Прямо сейчас мы проверим, смогу ли я с одного Молотова убить всех этих спецназовцев. Сможет ли Молотов убить этого спецназовца, если я кину этот Молотов под коробку? Сможет ли эта стена защитить его от Молотова? Я вам покажу секретную комнату, о которой никто ещё не знает в стенд-оффе. Итак, пацаны, прямо сейчас мы проверим, смогу ли я с одного Молотова убить всех этих спецназовцев. Просто с одного молотого Здесь, девочки, находятся Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, один, двенадцать Тринадцать Ну вы знаете, что максимально В принципе, в противоположной команде может быть пять человек Но здесь тринадцать Я построил человек Четырнадцатый это мой оператор, который снимает все со стороны Как оно будет Я пятнадцатый, получается И тринадцатый человек прямо сейчас мы с вами зажарим За это лайк, подписочка Ну что, пацаны, вы готовы? Покивайте головами, если вы готовы быть сжареными Заживо просто Итак, пацаны, здесь тринадцать человек сидит И у меня в руках, ребятушки, Молотов Который прямо сейчас поджарит всех этих спецназовцев Ребятушки, если вам страшно Кивните головой Ребята, им всем страшно, им всем страшно Но нам нужно проверить миф Смогу ли я поджарить всех этих спецназовцев Одним Молотовым Только одним Поэтому, ребятушки, простите меня Но это нужно для подписчиков Я поджигаю Молотов и кидаю во всех этих спецназовцев Они начинают гореть и смотрим, что происходит Ребята, что происходит Все Просто все тринадцать человек сгорели, ребята Молотов может всех просто зажарить максимально жестко Миф подтвержден А сейчас мы проверим Сможет ли Молотов убить этого спецназовца Если я кину этот Молотов под коробку Он будет стоять на коробке Огонь будет гореть под ним Умрет он или нет, как вы думаете? Мы поставили одного спецназовца сюда А других спецназовцев мы распределим повыше Первый спецназовец Ты готов? Махни головой, если ты готов умереть И кидаем под него, ребятушки, Молотов И смотрим, подожжет ли его Молотов Опачки Кидаем и Да, горит, ребятушки Горит, горит Он сгорает, посмотрите Хотя Молотов я кинул не на ящик Не на ящик, а под ящик Но он, ребята, сгорел Идем дальше Дальше, чуть выше у нас находится вот этот вот типуля Но он уже не находится не на ящике А на вот такой огромной коробке Какой-то непонятный, железный или что-то такое Давайте, откуда будем поджигать тебе? Давай, выбирай Отсюда или оттуда? Выбирай, ну-ка Откуда отсюда хочешь? Хорошо Он сам выбирает свою смерть Итак, мы поджигаем Смотри, вот на свой Молотов Мы его поджигаем прямо сейчас И кидаем тебе под ноги Здесь, кстати, ребятушки Хоть и два, две коробки Два ящика вот этих огромных Но высотой они как один деревянный ящик Кидаем Кидаем вот сюда И смотрим, горит он или нет Горит, ребятушки Горит, смотрите Он сгорел Он сгорел, ребята Хотя, эта штучка чуть-чуть выше И уже она была железная Ну что ж Как ты думаешь, сгоришь или нет? Или нет? Братан, как думаешь? Он думает, что не сгорит Ну, мы кинем сейчас, посмотрим Здесь два ящика в высоту Я не знаю, сгорит он или нет Но мне кажется, что он останется целым Потому что здесь реально очень большая высота Один ящик еще ладно Но, блин, но два Это уже подозрительно Мы поджигаем и смотрим Сгорит ли он прямо сейчас Вот так вот кидаем И смотрим Ну-ка, ну-ка, ну-ка Горит И смотрите Он выжил Он выжил, ребята Он реально выжил Смотрите Если кидать Если кидать под ящик А нет, смотрите Аааа Нет, ребята Он сгорел Ха-ха-ха-ха-ха-ха Я уже обрадовался Но это, видимо Чем выше ты находишься Тем правильнее нужно кинуть молотов Видели? Вот сюда, когда я кидал молотов Вот сюда То здесь сверху не горела штучка Я не знаю, почему так оно делается Видите? Оно здесь сверху не горит А вот с этой стороны Вот с этой стороны Когда кидаю Оно гореть почему-то начинает Видите? Вот оно начинает гореть Как-то Да, вот оно Видите? Полыхает немножечко Очень странно Я не понимаю эту физику Но, тем не менее В принципе, если на двух ящиках он находится Есть шанс Что ты убьешь противника Но не стопроцентный А теперь он находится Посмотрите Он находится на бетонном На бетонном Таком-то огромном выступе И прямо сейчас Под него Под него Видите, у него ножка торчит Прямо сейчас Мы под эту ножку Кинем огонь Ты готов, братан? Готов Поехали Кидаем, пацаны Кидаем прямо сейчас И смотрим Горит! Ребята, он реально горит! Хотя выступ Реально огромный А давайте-ка мы еще выше поставим И посмотрим Что-то все сгорели Так, пацаны Мы поместили их на ящики Еще выше И посмотрим Сможем ли мы поджечь Если кинем вот сюда На таком огромном расстоянии Ну мне кажется Что это почти нереально Но мы попробуем это сделать У нас один человек Находится опять на двух ящиках Перепроверим Второй находится на одном Огромном ящике И два типа У нас находятся на Двух огромных Двойных ящиках Итак А, стоп У нас, стоп А, у нас пять человек Еще один находится Ну этот сразу сгорит Давайте просто кинем вот так вот Этот сразу сгорит И так понятно Мы это уже проверили Но на всякий случай Вам еще раз покажем Здесь уже 50 на 50 Видите Здесь, не знаю Сгорит он или не сгорит Мы сейчас проверим В уголок вот так вот кинем Вот в уголок кинем Смотрите Сгорает Да Сгорает на двух ящиках Да На двух ящиках он сгорает Итак У нас остается У нас остается два человека А, это был оператор Это был оператор Я хотел оператора пожарить У нас остается один человек На двух ящиках И один человек На одном большом ящике Это два больших ящика Это один большой Ну что, ты готов? Как думаешь сгоришь или нет? Я думаю, почему-то, что он сгорит, ребяшки. Я не знаю, почему, но мне кажется, что он сгорит. Мы поджигаем этот огромный здоровый ящик и смотрим. Слушайте, а он не горит! А он не горит! Смотрите! Смотрите, он живет! Он живет, ребяшки, своей жизнью. Хотя, странно, казалось бы, этот вот ящик по размерам даже меньше, чем эти два. А если закинуть, допустим, на этот высокий ящик, он сгорит или нет? Если на этот высокий. Да, если на этот высокий закинуть, он сгорает. Так, а теперь ты готов, братан. Ну, здесь, мне кажется, 100% он не сгорит, но мы все равно проверим. Вот так вот, давайте с двух сторон закинем сразу, чтобы проверить. С трех сторон. Ну, не-не-не-не-не. Здесь он уже, видите, здесь он уже, он уже не сгорает. А давай-ка ты встань вот на эту деревяшку, вот на эту деревяшку встань, а я попробую молотов кинуть вот сюда, да. Заденет ли тебя молотов, если я сюда его кину? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, смотрим, смотрим. Не, не заденет. Молотов здесь не распространяется. Слушайте, а прикольная такая тема с молотовым? Я даже не знал, что он настолько интересно действует. Вот этот тип у нас остался живой. Прямо сейчас мы проверим, сможет ли молотов поджечь человека через стену. Мы расположим всех этих четырех спецназовцев по разным позициям и попробуем поджечь их через стену. Самая тонкая стена, из которых у нас есть, это ворота. Прямо сейчас мы попробуем поджечь человека через ворота. Если через ворота не подожжутся, то другие люди сто процентов не подожгутся тоже. Итак, начинаем кидать под первого. Кидаем под ворота и смотрим, ребятушки, он горит, 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 горит. И, ребятушки, так, да, он, он сжёгся. Он поджёгся, он умер. Имба через ворота можно убить людей. Но что же будет, если мы попробуем поджечь через ящик? Ребятушки, здесь ящик-то уже потолще будет. Ну, как минимум, раз так в десять, ребятушки. Как думаешь, братан, кивни, умрёшь ты сегодня или нет? Если он кивнёт, значит, думает, не умрёт. А я думаю, что ты умрёшь. Поэтому мы поджигаем прям максимально близко вот там вот кидаем. Опа. И смотрим. Смотрим, смотрим. Огонь рядом, огонь рядом. Ну-ка, ну-ка. Горит, 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 горит. Да, смотрите. Огонь по чуть-чуть, по чуть-чуть шёл к нему. И реально он его поджёг. Я в какой-то момент подумал, что всё-таки он выживет. Ну, неплохо, неплохо. Теперь две коробки, ребятушки. Эти, этого человека защищают целых две коробки. Мы посмотрим, сможет ли он выжить. Кидаем вот здесь вот и смотрим, что происходит. Смотрим. Здесь маленький огонёк, смотрите. Маленький огонёк. Ну-ка, горит он или не горит? Смотрите, он живёт. Он живёт, ребята. А ну-ка, если вот так вот. Если вот так вот. Будет же гореть или нет, ребятушки, смотрите. Живёт, смотрите, как! Просто охренеть! Два ящика защитило этого человека. Один ящик не спас его, но два ящика спасли. Итак, у нас остаётся последний человек. Его защищает стена. Стена немножечко тоньше, чем ящик, но она бетонная. Поэтому мне кажется, что вряд ли он подождётся. Прямо сейчас мы проверим, сможет ли эта стена защитить его от молотова. То есть мы сюда кинем молотов и посмотрим, сгорит ли он или нет. Ну что ж, давайте, мужики. Поджигаем молотов и кидаем. Вот так вот, ровненько и смотрим. Смотрите, смотрите. Идёт! Горит! 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 Он сгорел, ребята! Он реально сгорел! Офигеть! Слушайте, а это ты чё живой? Ну-ка, давай-ка ты встань вот сюда. Вот сюда встань. Посмотрим, подожжём ли мы через огромную стену. Да, вот так вот. Вот так вот. Стена здесь подлиннее, чем та. И попробуем вот этого поджечь через огромную стену. Ну-ка, вот так смотрим. Подожжётся или нет? Ну-ка, ну-ка. Горит или нет? Горит или нет? Горишь? Не горит! Смотрите, хотя огонь есть. Огонь под ногами, но он не горит. Ну-ка, давайте побольше молотов. Закинем вот так вот просто максимальное количество молотов туда. Ну-ка. Горишь или нет? Ну-ка, горишь? Не горит, хотя вон, смотрите, огонь прям под его ногами Странно Пацаны, чем длиннее стена Тем больше шанс, что ты выживешь Если будет стена толстая, но маленькая Огонь обойдет вокруг И пожарит тебя, вот такая вот интересная Ребятушка у нас в стенд-оффе физика Идем дальше Вы меня спросите, где я сейчас нахожусь? Ну-ка спрыгни, покажи пацанам Смотрите, опа, и он исчез, и он исчез А потому что я нахожусь в раю За картой Зона 9, вот здесь в секретной комнате И это комната рая, благодаря булдропчику Я попал в нее Самые горячие скинцы тебя ждут уже в летней коллекции Сокровища песков на булдропчике Сейчас там проходит имбовый Ивент обменник Джо Открываешь кассики и получаешь Имбовые скрижали Копи скрижали и обменивай их у Джо На топовые скинчанские А еще на булдропчике идет новый Булпасик с топовыми наградами На каждом уровне Забирай прямо сейчас 80 скрижалей Они у тебя находятся на экранчике А в описании еще забирай халяву на булдропчике Ну а я вам дальше покажу Как запрыгнуть в эту секретную комнату Поэтому не проматывай Смотри дальше, будет жарко А прямо сейчас мы проверим Что будет, если я кину молотов Прямо в воду В этот вот ремешке Замечательный бассейн Если я кину в воду молотов Загорится он Или не загорится Что произойдет Может быть будет взрыв какой-нибудь Прямо сейчас мы с вами узнаем Давайте для начала Попробуем ремешки кинуть Рядом с бассейном, наверное Если что, ребяшки, мы находимся на карте Бриз И прямо сейчас давайте для начала Попробуем кинуться рядом с бассейном Посмотрим, пойдет ли огонь в сам бассейн Или нет Вот сюда давайте кинем Вот так вот Ну-ка Смотрим Бассейн в принципе Немножечко подгорает Но не сильно А прямо сейчас мы кинем молотов Прям в сам бассейн И посмотрим, загорится он Или не загорится Зажигаем молотов Ребяшки, напишите в комментариях Как вы думаете А я кидаю молотов И Бау Ху-ху Вы видели просто Он не загорелся вообще Он Он просто исчез Он даже следа не осталось Смотрите Даже Даже следа не остается Он просто исчезает Смотрите, ребята Прикольно Я даже не думал Что А ну-ка если вот так вот в край На самый край Он сразу потух Если на самый край Он сразу тухнет Смотрите Вот сразу тухнет, ребяшки Видите А нет Не сразу тухнет Странно Хотя сразу здесь потух Смотрите Вот так вот Смотрите, вот так вот Вот так, ну-ка Да Да, если ровненько на край То он сразу потухает Если рядом с краем То он, ребяшки, горит Но, видимо, горит только Больше в сторону берега Погнали дальше Пацаны, смотрите Еще какую вещь заметила Я когда кидаю молотов Рядом с бассейном Прямо рядом-рядом Вот так вот То она не дамажит Смотрите Вообще никак не дамажит этого спецназовца Даже если сюда кидаю Он полностью, ребятушки, хотя бы он Находится в окне, но она ни капли Дамага ему вообще не наносит, посмотрите Но прямо сейчас мы, смотрите, что проверим Прямо сейчас мы поставили одного Спецназовца на сушу, второй спецназ Станет вот сюда Рядом, рядом, прям рядом, рядом с сушей, да, вот сюда И смотрите, прямо сейчас Один тер кинет вот сюда, вот сюда Примерно, может даже сюда Молотов, а второй кинет вот сюда Одновременно, я напишу 1, 2, 3 В чате, и они кинут Когда я напишу циферку 3 Ну что, прямо сейчас мы узнаем Кто выживет, вот этот вот, который на суше И этот, который в воде Ну, мне кажется, этот, который в воде не выживет Но, возможно, ему меньше хп будет сносить Когда я напишу цифру 3, сразу кидайте Раз Два, три Кинули одновременно Имба, имба одновременно кинули, ну-ка, 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 ну-ка Одновременно кинули Одновременно умерли, капец, все-таки вода Не защищает, хотя он стоял вот здесь вот Странный на самом деле Сначала вода защищает, потом не защищает Короче, очень странно все это сделано, но В некоторых ситуациях вода защищает тебя от молотова Главное стоять в правильной позиции А прямо сейчас мы проверим, сколько максимально урона Наносит 1 молотов Как вы видите, у меня 1000 хп Потому что 1 молотов убивает 100% человека Но так как у меня 1000 хп То, значит, молотов меня не убьет И мы посмотрим, сколько он мне снесет хп Итак, ты, посмотрите, у нас уже человек один зарядил молотов Я подойду вот сюда, вот, вот сюда, вот Возьму ножик, да И прямо, вот, прямо в меня так Я тебе скажу, когда, подойди поближе Прямо в меня так от души его кинь Пацаны, прямо сейчас напишите в комментариях Как вы думаете, сколько хп у меня из 1000 останется Кстати, я себе поставил ровно 100 брони Чтобы броня была как в реальной игре Ну что, ты готов? Кинни головой Все, кидай молотов и смотрим, сколько у меня Мне кажется, где-то 700 700 останется хп, плюс-минус Смотрим, смотрим, смотрим 800, 800 700, 700 757, ребятушки, хп Давайте даже посчитаем Давайте посчитаем, сколько молотов снес хп 243 хп сносит молотов Итак, мы с вами перепроверим еще раз на всякий случай Сколько снесет мне молотов хп Давай, кидай Второй раз перепроверяем на всякий случай Мало ли, вдруг, ребятушки, я что-то не так посмотрел Итак, смотрим на мои хп 800, 700, 757, ровно Это максимальное количество, которое может нанести урона молотов Вот такая вот инфа А прямо сейчас мы проверим, сколько минимально молотов может нанести урона Представьте, у вас там 30 хп И вы не знаете, умрете ли вы от молотова или нет Прямо сейчас мы проверим Короче, у меня прямо сейчас попробуют кинуть молотов И я попробую сразу же отпрыгнуть На счет 3 готов? Раз, два, кидай Кидай Ну-ка Опа 8 хп 8 хп минимально Ну-ка, еще раз Да, да, по 8 хп Я сейчас, давай, еще раз на всякий случай кинь Проверяем Ну-ка Опа 4 хп отняло мне только что Что за приколы? А сейчас уже интересно Пацаны, ну перепроверим еще раз на всякий случай Давай, кидай Я сразу же отпрыгну Что? 3 хп Только что было 3 хп С самого начала мне сначала отняли 1 хп, потом 3 Ну-ка Ну-ка, еще раз попробуем, пацаны 1 хп, реально Мне, когда я, когда я отпрыгнул Мне отняло ровно 1 хп, пацаны Вы видели? Это просто трыдец Получается такая ситуация Молотов за 1 тик Сносит 8 хп Ну минимально Если успеть отпрыгнуть и так далее Тебе снесут только 1 хп Это если прям постараться А так по 8 хп Каждые там полсекунды Ты будешь получать с Молотова Примерно Где-то так Итак, пацаны Я нахожусь на карте Калипса И вам интересно Что мы здесь делаем Раз у нас проверка мифов Ребятушки Вы в курсе, что с карты Калипса Видна карта Бриз И вот она, ребятушки Находится Да-да-да, ребятушки Это та самая карта Бриз И мы здесь не просто так собрались Посмотрите сюда, ребятушки Сколько у нас здесь сегодня помощников Все эти люди 15 человек Будет помогать мне Перепрыгивать С одной карты На другую Ну вы скажете Карта Калипса Находится ниже Чем карта Бриз Поэтому прямо сейчас Мы отправляемся На карту Бриз И попробуем С карты Бриз Перепрыгнуть Прям вот сюда Да На карту Калипса Оу, ребятушки И мы очутились На карте Бриз И самое главное Сейчас я вам покажу Как с карты Бриз Видна карту Калипса Смотрите Если вы не знали Вы будете просто в шоке Но вот здесь Около Аплента Вы можете видеть Карту Калипса Этот корабль Плавает в море И наша сегодня задача Будет максимально Приблизиться К карте Калипса И возможно Даже отсюда Мы построим Лесенку вверх И попробуем Допрыгнуть До этого корабля И прикиньте Если мы попадем На карту Калипса Это будет полный трындец Давайте подойдем К нашим пацанам Пацаны Покивайте Покивайте Если вы готовы Просто Все готовы И прямо сейчас Эти пацаны Будут строить Огромную лесенку вверх Давайте Пацаны Уже сразу Похватились И уже сразу Пошли в стройку Вы просто Посмотрите Это вообще Колбасит Нахрен Пацаны Ля Вы что Вы посмотрите Как они строятся Быстро Это полный трындец Итак пацаны Посмотрите На эту Огромную лесенку Из людей Здесь максимальное Количество людей Которое возможно Вы просто Посмотрите на нее И прямо сейчас С этой Огромной лесенки Мы будем прыгать На этот корабль Конечно Мне кажется Что вряд ли Мы на него попадем Но Мы попробуем Прыгнуть к нему Максимально близко Посмотреть Что там Вблизи И попробуем Рассмотреть его Сверху Итак Смотрим Ребятушки Мы находимся В самом низу Вот такая Огромная лесенка Я пытаюсь На нее запрыгнуть Ребятушки Здесь будет Конечно же Все максимально Легко Потому что Мы профессионалы Ребятушки Мы с подписчиками Сделали максимально Топовую лесенку Итак Ребятушки Я на самом верху Нахожусь Посмотрите сюда Берем с вами АВМ И Смотрим С самого верха Ребята Вот так вот Красиво выглядит Это Калипсо Давайте что сделаем Давайте попробуем Сначала Закинуть На Калипсо Смоук Вот так вот Вверх просто кинем туда Долетит он Или не долетит Посмотрим О летит 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 Смотри Блин Не долетел Дальше Кидаем молотов С прыжка попробую С прыжка Кинул молотов И получается Или нет Ну-ка К сожалению Не долетел Давайте попробуем Еще Хаешку Я думаю Что вряд ли Она долетит Но все же Попробуем Кинуть Бау Кидаем хаешку И она взрывается В воздухе А теперь пацаны Прямо сейчас Я делаю Шаг вперед Из прыжка Ух Нифига Смотрите Там Вон там Смог был Ну что Пробуем запрыгнуть И одновременно Берем АВМ И пытаемся С АВМа Разглядеть Прыгаем вперед И И прыгаем вперед И И Пацаны Тоже прыгайте Тоже прыгайте Тоже прыгайте Быстрее Прыгаем 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 Я за картой Я за картой Смотрим Смотрим Калипсо Вы видите что-то Вы что-то видите Пацаны Я ничего не вижу Это просто Это просто Это как будто Наклейка Ребята Это не настоящий Калипсо Разработчики Давайте-ка добавляйте Настоящий Калипсо Я думал Это настоящий Там просто Плоская картинка Калипсо Ребята Обидно Но мы идем К следующему мифу Ну и в конце Подарочек Я вам покажу Секретную комнату О которой Никто еще Не знает В стенд-оффе Посмотрите Где находится Этот человечек Он находится уже В секретной комнате Ну вы думаете Что это полный бред То прямо сейчас Я вам ее покажу Смотрите Я запрыгиваю сюда И начинаю прямо сейчас Прыгнуть И мои пацаны Меня будут подсаживать Давайте пацаны Начинайте меня подсаживать И я буду к нему Сейчас идти в секретную комнату Смотрите Посмотрите Смотрите 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 Опа Залез Тихо-тихо Залез Ну-ка 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 Идем 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 Там будет Тихо-тихо Комната Прям сейчас Там будет Секретная комната пацаны идем-ойдем-ойдем тихо-тихо тихонечко тихонечко отсек а по спрыгиваем по ген см ład тихонечко плавать к she stay with так тихо-тихать оба пусублит теперь мы посмотрите regime иaf это секретная комната ребята им паник я боюсь туда идти дальше дальше я упаду но это секретная комната сейчас эти мы про то да прыгнуть все упасть так вот и как обещал про еще раз мы попробуем Спрыгнуть, давайте приблизим, посмотрим Что здесь вообще есть, здесь какие-то бочки Какие-то ящики непонятные Прикольно, ребятушки, и это Находится, посмотрите, прямо на карте Зона 9, то есть вы помните Это банан называется, или что, я смогу Да, я его убиваю, пацаны, я его убиваю Ну, короче, вы поняли, здесь находится такая Секретненькая комната, в которую можно попасть Но если сделать шаг вперед, ребятушки, то я попадаю Ровно вниз, просто падаю И вот такая вот секретная комнатка, ребятушки, интересненькая у нас Получилась, спасибо за просмотр, ставь лайк Обязательно подписывайся на мой канал Всем спасибо, всем пока-пока